Всем здорова, чуваки! С вами Мане. И сегодня я буду смотреть и комментировать для вас матч мегабольной лиги чемпионов сезона Акаши между Металлургом и Вульф Пак. Давайте представим состав Металлурга. Ой, ё-моё. Так, Ричард, давай-ка ты побо... Оу, какой Галяса! Нам его не увидели. Ладно. Давид Вилья забивает себе в ворота, и это первый гол в матче уже на 10-й секунде этой встречи. Так, ну а мы вернёмся к их составу. Автор забитого мяча Давид Вилья и призрак в нападении. И в опорной зоне стоит Просто Шатов. Просто Шатов, да. Теперь, кто у нас играет на стороне Вульф Пака? За Вульф Пак у нас играют Иллюзионист и на карточке Буфона в нападении. Плей на карточке Дехея тоже в нападении. И Думбия на карточке Ибрагимовича в нападении. Мне вот сейчас будет интересно, как будет работать правило штрафной зоны в этом матче. будет именно считаться нарушением пеханины Просто Шатова или пеханины Призрака. Вот это интересно будет. Хотя, скорее всего, наверное, именно если в авартарской зоне все трое будут находиться, кого будет считать нарушением, кого толкнуть будет нарушением Призрака или всё-таки Просто Шатова. Ну вот, это вопрос, наверное, уже имеет ответ давно. Я просто Нубик не знаю регламента. Итак, первым действием, которое я опишу, наверное, будет проход Давида Вилье по борту от Плея. Но потеря мяча... Ой-ой-ой, сейчас Призрак мог хорошо, если бы обработал, мог бы хорошо уйти от Иллюзиониста и забить Галецкий. Но он этого не делает. Призрак пас на Давида Вилью. Давида Вилья должен скидывать, по идее, на Шатова, но нет. Давида Вилья решает взять бразды атаки в свои руки. И ни к чему это не привело, как вы видите. Иллюзионист тем временем забивает Галец. Ну, вернее, как иллюзионист. Он через Призрака это делает. Как говорится, знаете, доставка через этого посредника. Это я немножко уже не в ту степь пошел. Так, тем временем у нас идет возня в центре поля. То Плей, то Призрак переталкиваются друг к другу в бортах. То просто Шатов подключается и перепихивает их в бортах. Призрак неплохо борется, кстати. Неплохо борется с этим сплеем на своей-то карточке. Кержакова. Иллюзионист получает пас от Плея. Думбия. Думбия. Нет, не прокидывает Призрака. И Призрак, кстати, должен отметить, запомнить, что он сейчас играет на карточке Кержакова. Призрак. И Плей бьет поворотом. Иллюзионист сейчас мог тоже пробивать, но Давид Вилья ему помешал. Давид Вилья уводит в борт. Плей бьет рандомным кликом по раме. Нет. Опасная атака ни к чему не приводит. Серия рикошетов и ударов не увенчалась успехом. И уже атака в сторону ворот Вульфпака. Думбия хорошо поднимает, дает пас на Плея. Плей. Нужно давать пас на Иллюзиониста. Иллюзионист. Хорошо. Расшатает. Нет, не расшатал. Иллюзионист. И привозит в атаку на свои ворота. Но эта атака ничем таким не закончилась. Плей пробивает. Просто Шатов отбил этот мячик. Отправил на Давида Вилью. И Давид Вилья без сопротивления прошел по борту. Но потерял мяч от шального мисклика Призрака. И снова атака идет на ворота Металлурга. Плей прессингует Призрака. Прессингует он Призрака. Забирает у него все-таки мяч. Думбия подстраховывает. И это может быть гол. Нет. Серия опять Рикошетов. Нет, все-таки Серия Рикошетов. Увенчалась забитым мячом. Плей вот про что-то пишет. А, дайте мне забить. Хорошо. Наверное, он исполнит свое... Свою просьбу. Ему, как бы так сказать, хорошечно. Выполнит Иллюзионист просьбу своего сокомандного. То есть тиммейта. Думбия хороший пас на Плей. Плей отдает пас на Давида Вилью, что не очень хорошо. Потому что атака идет на их ворота теперь. Плей. Плей. Прокидывает по борту Призрака. Иллюзионист прессингует просто Шатова. Шатов убивает в борт. И отдает мяч Иллюзионисту. Иллюзионист неплохо так на финте поднимает Давида Вилью. И Плей забивает. Давид Вилья отдает шальным ударом, шальным кликом пас на Плея. И Плей забивает гол. И сейчас мог, кстати, второй гол наформлять. Но не получилось. Просто Шатов на месте. Как и Штанга, в принципе, тоже. Думбия прокидывает по борту. И Плей может быть дабл. Нет, дабла не будет. И так, мне кажется, тайм и завершится. Скорее всего, да. Завершился тайм. Три, четыре, ноль. И давайте перейдем уже к следующему тайму. К следующему тайму. Мы видим, что у нас есть ряд замен. Вместо Давида Вильи выходит БТФ Форлан. И вместо... А, нет, не вместо. Призрак меняет карточку с Кержакова на Роналду. Вот я о чем вам и говорил. Запомните, что он в первом тайме катал на Кержакове. А сейчас, по-моему, метод подсоса хочет использовать Призрак. Но, ух ты, перетолкал Плея Призрак. Неплохо так. И сейчас можно попробовать какую-то атаку хорошую замутить. Продавить, например, борт троих и попасться на кликере. Но это я уже о своем. Так, Плей подает пас на Иллюзиониста. Иллюзиониста, хорошо так. Возвращает на Плея. Плей возится в углу. Плей. БТФ Форлан ему не дает ничего сделать. Но она дает пас на Иллюзиониста. Иллюзиониста. Пас на пробивал. И снова в углах идет борьба. Куда отдаёт мяч Просташатов, непонятно мне до сих пор. Пас на ПТФ Форлана от Призрака. Ух, как хорошо сейчас разрезал Думбия. Ой-ой-ой, какой опасный. Сейчас только что момент создал Думбия для своих нападающих. Иллюзионист был в шаге от забитого гола. От нокаута. От пятого. Это ж, если бы залетает сейчас голец какой-нибудь в ворота Металурга. Это пятый гол. И это нокаут. Это 4 очка для Вульфпака. Призрак. Где-то прессинговать Думбию. Но Думбия сказал. Не-не-не-не-не-не-не. Полегче, молодой человек. Вы куда так спешите? Я тут по-сетски уже три раза отдал, пока вы добежали ко мне. Форлан. Ух. И плей. Сейчас мог запечатывать просто матч. 4 очка для своей команды добывать. Но он попадает снова в штангу, как иллюзионист. Думбия. Плей. Ух, как хорошо. Просто Шатов сейчас хорошо разрезал двоих нападающих в Вульфпака. И Призрак побежал в атаку. Отдал пас на Форлана. А Форлан зацепился за мячик. Скидывает пас на Шатова. Шатов пробивает. Надо было опускать на Призрака. Но он решил пробить по центру. Как... Нет. В принципе, сейчас он не пробил по центру. Форлан. Хорошо убирает иллюзиониста. Дает пас на Призрака. Призрак закрытый уже двумя. Контролят нападающего двое. Вернее, один. Плей. И контролит второй напорник. И сейчас... Можно забивать опасное... Опасная суматоха в штрафной зоне. Форлан. Призрак. И Призрак отдает мяч Думбие. Просто дарит его на блюдечке. Иллюзионист проходит по борту Форлана. И можно давать пасик. Да, это пасик. И это чистый гол. Это чистый гол. Прострел иллюзиониста. И это нокаут. Это 5-0. Это 4 очочка для команды Вульф Пак. И я так понимаю... Да, это все. Всем спасибо, что посмотрели. Послушали мои бредни. С вами был Мане. Увидимся в следующих матчах. Если я буду такие вообще комментировать. Потому что тут приезжали. И говорят, что нету комментаторов. Ну, вы поняли.